взгляд на водопад беларуси и немного лепеля и так друзья перед нами samsung с 10 с разъемом тайп си далее ситай любой владелец телефона может столкнуться с ситуацией когда отставляемый шнур не дает зарядку проблема заключается в том что как правило разъем c-тайп находится в нижней части телефона и как правило все владельцы носят телефон в кармане опуская его вниз камеры соответственно и верхней частью потому что в этом случае во первых телефон удобно достается когда мы сразу видим изображение и на этой стороне меньше всего все-таки разъемов тем более если используется бампер как в данном случае но он еще и влага защищен но тем не менее при опускании нижней стороны в воду или попадание воды на экране должна высвечивается надпись что телефон подвержен воздействию влаги это значит что все разъемы нижней части они защищены но разъем c-тайп капризен и если в него попадают какие-то предметы то они не дают до конца не входить шнуру в данном случае вот мы видим разъем c-тайп точно такая ситуация случилась а при этом скорее всего там попал какой-то мусор и при опускании и гнезда внутрь шнур начинал шнур начинала косить что нужно сделать нужно взять здесь есть такая возможность это обычное увеличительное стекло данном случае вот такое и после этого посмотреть внутрь если вы все сделаете правильно то он направив в свет например и посмотрев через стекло вы конечно увидите что там на дне с одной из сторон или с двух вы можете увидеть небольшую такую металлическую подложечку которая закрывает от попадания воды внутрь и на этой обложке увидите неравномерность с какой-то стороны будут какие-то как соринки как это прочистить ни в коем случае туда не нужно лезть иголкой потому что вы таким образом можете во-первых замкнуть контактные площадочки для плосины на которые вот видно и соответственно можете повредить своему устройству для этого что нужно сделать в данном случае это палочка для мини шашлыка если так можно выразиться в домашних условиях это палочка изготовлен из достаточно прочного материала вам достаточно грамотно ее обломать вот так это было сделано вот была палочка надломана в любом случае как только начинается надлом вы оставляете вот эти вот кусочки и не даете палки палочки переломаться просто вот так вот вот так не нужно палочку нужно прогнуть вот таким вот образом чтобы по слоям происходило разлом видите что получается у вас уже получается сразу какой-то тонкий кусочек после этого вам вам достаточно взять обычный канцелярский нож и срезать сначала в этом направлении и как только у вас уже образуется более-менее дюбочка допустим даже вот таким образом толщина вот этой все-таки не соответствует разъемом вернее не соответствует той щели которую она находится в считать то есть вот и при просовании мы видим что пластинку мы все-таки зайдем вот эту внутреннюю знать что нужно сделать нужно взять еще разочек канцелярский нож и по возможности аккуратными движениями срезать или сделать тоньше стебель палочки который у нас получился достаточно на полтора сантиметра конечно было бы правильно с одной стороны все-таки срезать так чтобы уголочек был ближе к одному из граней в общем это должно получиться где-то вот такое устройство вот такой толщины как только вы немножко срезали вы берете и еще раз пробуйте и она без усилий должно сходить входить вот видите еще немножко знать что ложите пальчик аккуратненько не порезав себе кожу и еще разочек тоньше снимаете в том случае если у вас канцелярский нож будет в идеале наточен или обломан так чтобы вырезали более острой частью вы сможете достаточно четко срезать определенную толщину лепестка тем не менее постарайтесь не трогать ту страну которая у вас осталась целой почему потому что она имеет округлую поверхность и когда вы будете двигать ею ближе к самой пластин очки где есть контакты вы не сможете царапать контакты или повредить им потому что плоская сторона имеет эту острую грань с одной со второй стороны и этим вы можете навредить немножко в общем таким вот образом срезаете еще разочек там у меня была уже готовая палочка так сказать готовый лепесток деревянной для зачистки но я для вас сделаю еще разочек после того как вы еще разочек срезали посмотрели внимательно еще разочек подправили любая толщина которую вы сделаете она будет достаточно еще разочек пробуем и напоминаю круглая сторона идет внутрь вот достаточно хорошо засовывается немножко так и после этого такими движениями вы просто прочищаете с обоих сторон переворачиваем опять круглая сторона внутрь прочищаете в обе стороны я правда это сделал пусть это вам достаточно будет я первый раз когда ты сделал было здорово достаточно было вот так вот немножко ударить видите тем не менее вот видите мель мелких ну какие-то соринки там еще остались то есть это стандартный вариант ситуации когда в разъем что-то попадает вам достаточно мобильник положить какой-то момент в какой-то момент вы можете не той стороной положить то есть именно не атака не запустить а даже вот так но даже если так есть это брюки джинсы или что-то ношение телефона привод тому что вы в карман может положить какой-то другой предмет это может быть бумажным все что угодно и пыль с ним сверху просто попадает в этот разъем самое вот обычным пыль конечно вам не создать проблем но в моем случае это были какие-то кусочки какой-то древесины непонятные может быть от коры потому что все-таки многие из нас посещают леса и таким образом там может остаться любое содержимое от хвои и чего-то еще в общем таким вот образом создав себе сделал все вот такую вот зачисточку вот как у меня в данном случае вы спокойненько можете прочистить то есть напоминаем круглой стороной вы внутрь к вот этой пластин очки чтобы не повредить контактам есть у вас юбочка с этой стороны то сначала так если у дюбочка с этой стороны то сначала вот так даже под вот таким углом видите вы все равно если да вы сможете вот этим забраться в самый уголок таким образом прочистив аккуратно ничего не ломай не поворачивая круг оси и слегка постучав слегка продукт вы сможете зачистить разъем и скажу сразу что первоначально он вот одной стороной он не давал даже зарядку или подключение к пк втыкался и не давал а вот второй стороной он все-таки давал но после прочистки стала работать если вы слышите звук каждый сторон причем обратите внимание есть и гнездо чистое то как правило шнур полностью разъем шнура полностью заходит до корпуса между белым между белым белой частью шнура и корпусом практически не остается никакого зазора в этом случае вас ваш телефон будет заряжаться обоими сторонами шнура и легко бы ткань и коннекция с пк но это все что стоило рассказать потому что опять большинстве случаев люди учитывая стоимость гаджет гаджета достаточно большую стоит он ну сейчас не знаем но стоил он около тысячи у и соответственно есть риск чтобы полезть самому что-то навредить а замена разъема которые наверняка там в материнскую плату даже впаянно это уже стоит определенных денег ну а сами люди лезть и не к большинству людей сами не станут этого делать а будет искать какую-то мастерскую ну а как мы знаем любой мастерской всегда хотят заработать денег поэтому это может закончиться лишними рекомендациями приписываем лишних манипуляций и не только финансовыми затратами для клиента но и прибылью для любого из мастеров а собственно все что мы хотели сказать поэтому не забывайте периодически просто поглядывать и если гнездо и если разъем не полностью вставляется не надо его туда силой запихивать и пытаться добиться какого-то результата сначала внимательно посмотрите на разъем и почистите его собственно все а короче друзья я сейчас повернусь мы на водопаде в мировском районе поиска может не две темы за голову держится видно ему плохо екатерина лучший номеролог белоруссии это я увидимся на водопаде так что друзья подходим к 20 самое интересное сзади за мной найдет группа там видно да люди из могилёва правда иметь и полтора километра еще до машины нам получилось мы подъехали практически 100 метров рыбки не видно ну что сначала купаемся потом залетаем и немного лебеля Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok